Деньги на дожде Деньги на дожде Деньги на дожде Однако после 9 мая цена вновь начала опускаться вниз. В данный момент на лондонской бирже нефть марки Brent торгуется по 115 долларов за баррель. Послушаем соображение о причинах столь резкого падения цен на нефть эксперта агентства энергетической информации Плац Джеффа Кинга. К снижению цен на нефть привела комбинация сразу нескольких факторов. Во-первых, слабые макроэкономические данные из США и Германии, приходившие на протяжении недели. Во-вторых, в Азии несколько развивающихся стран приняли решение повысить ключевые процентные ставки, что приведет к замедлению экономического роста и снижению спроса на нефть. Наконец, я думаю, некоторая часть рисков ушла с сырьевого рынка после ликвидации Осама Бен Бладена и отсутствия новых плохих новостей с Ближнего Востока и Северной Африки. Есть и фундаментальные основы для снижения цен на нефть. Даже при учете ситуации в Ливии, которая обычно поставляет более полутора миллиона баррелей, Саудовская Аравия восполняет недостачу и уже предложила больше, однако дополнительного спроса на саудовскую нефть пока нет. Для России ситуация на нефтяных рынках пока не критическая. Бюджетные уровни заверстаны с учетом цены на нефть дешевле 100 долларов за баррель, поэтому ситуация для нашей страны пока приемлемая. В числе основных причин для столь резкого падения цен на нефть, помимо тех, о которых говорил Джефф Кинг, также рекордные запасы нефти в Соединенных Штатах Америки и действительно стабилизировавшееся положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Однако исключать дальнейшего падения цен на нефть нельзя, хотя вряд ли в ближайшей перспективе можно говорить об преломлении психологически важной отметки в 100 долларов за баррель. Продолжаем дальше, говорим о европейских экономических событиях. Греция находится на грани дефолта. Все подробности в традиционном обзоре экономических блогов в программе «Деньги на дожди». Блоги. Немецкий журнал «Дершпигель» обвалил курс евро сообщением о том, что в минувшую пятницу прошла секретная встреча министров финансов стран еврозоны, где среди прочих мер по борьбе с долговым кризисом обсуждался выход Греции из евро. Официальные лица не устают опровергать подобные планы. Однако инвесторы все больше верят в реалистичность выхода Греции из евро, пишет Алан Мэттич в блоге Wall Street Journal. Это происходит на фоне того, что сами финансовые чиновники признают, что ситуация с европейскими долгами не улучшается и принимаемые меры не помогают. Еще больше хаоса в ситуацию внесло сообщение греческой прессы со ссылкой на источники о том, что Греция может получить дополнительную финансовую помощь, пишет Джо Визенталь на сайте Business Insider. По данным СМИ, Международный валютный фонд может дополнительно выделить Афинам 30 миллиардов евро, вдобавок к уже согласованным 100 миллиардам. При этом МВФ может потребовать от правительства новых мер по экономии средств на 6-7 миллиардов евро. В правительстве уже опровергли эти данные. Тем не менее, греческий рынок отреагировал на них ростом. Экономическую ситуацию в Греции и ее возможные последствия для европейской экономики в целом и российской экономики в частности обсудим прямо сейчас с экспертом, главным стратегом «Ренессанс Капитал» Аванесом Аганесяном. Он с нами на прямой телефонной связи. Добрый день, Аванес. Слышите ли вы меня? Да, да, добрый день. Слышу хорошо. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, который бы хотелось вам задать, безусловно, касается заметки в Дершпигель. С вашей точки зрения информация о том, что разговоры о возможном, таком немножечко фантастическом сценарии, при котором Греция исключается из еврозоны, судя по всему, переходят в практическую плоскость и начинают обсуждаться уже реальным финансовым руководством Европы. С вашей точки зрения, действительно возможен ли сценарий, при котором Греция окажется за пределами еврозоны? Ну, такой сценарий очень маловероятен, честно говоря. Я считаю, что Германия, как бенефициар такой слабой валюты, европейский основной бенефициар, может допускать такие высказывания. Это напрямую влияет на экономику положительно, но... То есть, подождите, правильно ли я вас понимаю, что с вашей точки зрения, вот эта заметка в Шпигеле могла быть некоторой срежиссированной утечкой информации? Ну, я думаю, что несколько уже было различных таких замечаний. Одно из замечаний по поводу того, что в Греции будет возможно реструктуризация или фактически дефолт. Я не знаю, об одном и том же ли мы говорим, но они часто исходят от чиновников Германии. И мы знаем, что Германия сейчас показывает очень хорошие темпы роста на фоне слабости евро. Но, по-моему, сейчас это довольно ясно дали понять, что Греция будет в очередной раз спасена, облигации реагируют положительно. АМФ готовит новый пакет помощи. Я думаю, что все национальные экономики играют в свою игру и так далее. Но вообще это очень интересная ситуация, то, что происходит в Европе, в Южной Европе. На мой взгляд, таким быстрым решением проблем стран Южной Европы могло бы быть, например, еще в прошлом году, например, могло бы обсуждаться сокращение расходов на поддержание военного бюджета. И вдруг мы видим теперь многие страны, вовлеченные в конфликт Средиземноморье. И наверняка теперь такой сценарий откладывается. Результатом вот такого, результатом кризиса в странах Южной Европы будет ребалансировка, реклепровка экономик. Мы увидим, что эти экономики, которые должны занимать гораздо меньшее место в мировых экономиках, они должны будут уменьшиться. И вот за счет чего это произойдет? Ну, в Греции приняты меры по урезанию расходов бюджетов, и мы увидим в дальнейшем такие же меры примерно. Аванес, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим об оптимистичном сценарии, согласно которому греческая экономика так или иначе будет спасена, с вашей точки зрения первичные меры, которые сейчас будут предпринимать главные участники этой ситуации, это все-таки новые транши, хотя Греция, в общем, и отрицает их необходимость? Или это, в первую очередь, реструктуризация долгов? Если реструктуризация, то в каких, скажем так, объемах она должна происходить? Я думаю, что реструктуризация невозможна, да, потому что реструктуризация, наверное, будет означать, будет означать то, что ставки в других странах Южной Европы вырастут, ну, они буквально вырастут очень сильно, и ставки по греческим бандам тоже очень сильные, тоже очень сильно вырастут. То есть, в принципе, нет никакого смысла реструктурировать, гораздо проще просто финансировать, просто финансировать греческие или греческие нужды в рефинансировании. Да, не за чем Греции выходить на рынок, они могут совершенно спокойно напрямую рефинансироваться либо в ЕЦБ, либо в Международном валютном фонде. Я думаю, комбинация двух стратегий, одна это вот рефинансирование не на рынке, а в Международном монетарном институте, и сокращение расходов бюджетов приведут к разрешению вот этого кризиса. Понятно, спасибо огромное. С нами на прямой связи был главный стратег «Ренессанс Капитал» Аванеса Ганесян. Компания Майкрософт купила Скайп и потратит на приобретение 8,5 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, откуда взялась эта сумма. Непосредственно стоимость Скайпа составляет 7 миллиардов долларов. При этом Майкрософт также возьмет на себя долговые обязательства компании в размере 1,5 миллиардов долларов. Итого мы видим 8,5 миллиардов. Также важно сказать, что компания Facebook и Mark Zuckerberg делали предложение о покупке Скайпа, и тогда фигурировали совсем иные цифры. Это примерно 3-4 миллиарда долларов. Честно говоря, у Скайпа есть явные проблемы сейчас с монетизацией. Это можно понять из трех очень простых цифр. Давайте напишем их вот здесь вот. В данный момент у Скайпа примерно 645 миллионов зарегистрированных пользователей. Активными пользователями Скайпа можно назвать примерно 145 миллионов человек. При этом всего-навсего 8 миллионов человек из них пользуются платными услугами Скайпа, как то дозвон с помощью этого средства мобильной телефонии на мобильные номера или непосредственно абонентам других телефонных городских сетей. Вот эта вот пирамида, повернутая вниз, 645, 145 и всего-навсего 8 в основании, делает Скайп не самым простым с точки зрения коммерциализации компаний. Небольшой экскурс в историю. В 2005 году основатели Скайпа продали свой стартап за 2,5 миллиарда долларов. Продали они eBay. Затем eBay продал 70% Скайпа консорциума инвесторов за 2 миллиарда долларов. 70% акций цена упала. С тех пор, как вы видите, несмотря на стремительный рост числа пользователей, капитализация компании не растет столь же быстро. Предлагаю вам обсудить сделку дня с нашим коллегой, экономическим обозревателем, главным редактором сайта Forbes.ru Андреем Бабицким. Он с нами на прямой связи. Редактор сайта Forbes.ru. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вроде же правильно вас представил в итоге, Андрей. Но я не главный редактор. Нет, просто редактор сайта Forbes.ru. Вот, теперь все правильно. Андрей, скажите, пожалуйста, вот эта вот чудовищная разница в цифрах. 8,5 миллиардов, которые потратил Майкрософт на приобретение Скайпа, и 3-4 миллиарда, которые предлагал Фейсбук. Почему эти цифры так сильно разнятся? Ну, во-первых, на Майкрософт мы точно знаем, что они потратили, готовы потратить 8,5 миллиардов. А на Фейсбук мы, в общем, знаем слухи пока только. Но в любом случае это вполне понятно, потому что это аукцион, это война ставок. Майкрософт сделал такую ставку, после которой ни акционеры Скайп, ни Фейсбук не могли уже рассматривать других предложений. Андрей, я правильно понимаю вашу мысль, что по большому счету покупка Скайпа для Майкрософта это едва ли не последний шанс вскочить в уходящий интернет-поезд? Потому что Майкрософт, ну, в общем, проигрывает интернет-поляну последовательно, шаг за шагом и без всяких шансов для себя пока. Ну, я не думаю, что это шанс вскочить на поезд. То есть причина, по которой Майкрософт покупает Скайп, вероятно, связана с тем, что они думают, что это им поможет вскочить на поезд, хотя вполне вероятно, что они будут интегрировать там не со своим интернет-бизнесом, продавая там рекламу, а, например, пытаться его инкорпорировать в свои активные какие-то там офисные пакеты. У них же много направлений в бизнес. Вот. А что Скайпу может помочь поправить положение на интернет-рынке, это совсем не очевидно, потому что и Майкрософт теряет 2 миллиарда долларов в год на своих попытках, ну, на своем интернет-бизнесе. И Скайп, в общем, неприбыльная компания. То есть здесь не факт, что минус на минус при перемножении дадут плюс в результате? Ну, совсем это не очевидно. В общем, наверное, это пока не очевидно никому, и очевидно выигравшая сторона в данном случае – это только касание Скайпа. Андрей, скажите, пожалуйста, вот если мы обратимся все-таки к интересам простых пользователей Скайпа, для тех, кто регулярно пользуется его услугами, эта сделка обозначает что-либо? Почувствуют ли простые пользователи на себе какие-то изменения после этого? Ну, будучи пользователем Скайп, причем еще платящим пользователем, я очень надеюсь, что нет. И более того, поскольку главный актив Скайпа – это, собственно, эти 663 миллиона пользователей, то это, в общем, главное, зачастую его покупать. И, скорее всего, Microsoft, конечно, побоится распугивать эту аудиторию какими-нибудь резкими движениями в ближайшее время. Можно ли сейчас прогнозировать, ну, хотя бы минимально какие-то изменения, или на любые движения в этой ситуации должно уйти некоторое количество времени? Ну, в ближайшее время, скорее всего, ничего не изменится, потому что там, опять же, в этой сделке только объявлено, потом, скорее всего, американские антитрастовые органы будут долго рассматривать. А кроме того, Microsoft вообще довольно неповоротливая компания, очень большая. Поэтому еще, я думаю, что полгода-год можно не очень бояться. Понятно. Спасибо огромное за успокоение. С нами на связи был редактор сайта Forbes.ru Андрей Бабицкий. Мы рассказывали о сделке дня. Ну, а сейчас, дорогие друзья, продолжаем «Деньги на дожде». Итак, дорогие друзья, как и обещал, сейчас поговорим о владельцах иностранных футбольных клубов, которые имеют российское гражданство. На самом деле, в ближайшие несколько минут будем заниматься развенчанием одного из главных российских экономических мифов. Традиционно считается, что россияне скупили, ну, если не половину, то, по крайней мере, значительную часть европейских футбольных клубов. И на самом деле, это не так. Две сделки, которые произошли в период майских праздников. Покупка россиянином Владимиром Абрамовым английского футбольного клуба... Владимиром Антоновым, простите. Английского футбольного клуба «Портсмут» и также сделка по приобретению швейцарского футбольного клуба «Ксамакс» вице-президентом другого футбольного клуба «Грозненский терек» Русланом Чагаевым довели количество россиян, владеющих иностранными футбольными клубами, всего-навсего до пяти. Давайте изучим в лицах историю вопроса и также можем посмотреть карту. Первым в 2003 году в принципе создал моду на покупку футбольных европейских клубов Роман Абрамович. Он приобрел лондонский «Челси» в свое время суммарно с 2003 года. За восемь лет Роман Абрамович потратил на «Челси» более миллиарда долларов. В прошедшем году «Челси» впервые закончил год с операционной прибылью. И футбольные аналитики заявляют сейчас о том, что в данный момент капитализация «Челси» при его возможной продаже Романом Абрамовичем превышает его расходы. Так что Роман Абрамович наконец-то на восьмой год владения футбольным клубом вышел в плюс. Вторым в 2005 году был Алишер Усманов, также член Forbes 100, 100 богатейших людей России. Он купил футбольный клуб «Арсенал». Начал он с небольшого пакета, приобрел чуть больше 14% акций футбольного клуба «Арсенал». С тех пор планомерно пытался увеличивать свою долю, все время претендуя на контрольный пакет акций лондонского клуба. Тем не менее, ему удалось остановиться на 29% на данный момент. И его опередил в попытке полностью захватить контроль над клубом американский магнат Стэн Кронке. Он купил акции всех остальных акционеров. Алишер Усманов на данный момент остается миноритарием в «Арсенале». Он заявил о том, что он не собирается уходить из футбольного бизнеса. Тем не менее, полностью контролировать третий по стоимости клуб мира ему на данный момент не удалось. А дальше начинается самое интересное, дорогие друзья. Только вот эти двое до данного момента могли назваться полноценными владельцами европейских футбольных клубов. Владимир Антонов, предприниматель, известный по попытке купить СААП, владелец спайкера, купил английский клуб «Портсмут». Потратил денег, он совсем немного за это приобретение. «Портсмут» шестой раз за три года меняет владельца. Клуб находится в огромных долгах. И, в общем-то, по большому счету, владение и менеджмент Антонова будут очень интересны в действии. Традиционно считается, что Антонов специализируется и создает свой бизнес как раз на покупке и выведении на новый уровень проблемных активов. «Портсмут» ему придется начать с выхода в премьер-лигу. Вероятнее всего, вы уже посмотрели на Швейцарию и, возможно, посмотрели на Венецию. Нет у нас фотографий Юрия Кораблина, бывшего мэра Хима, который приобрел клуб серии «С-2». Это четвертый по силе итальянский дивизион. Именно там играет в данный момент футбольный клуб «Венеция». Команда более чем со 100-летней историей. И примерная сумма сделки по покупке этого футбольного клуба оценивается в 50 миллионов евро. Кораблин сказал, что он попытается вернуть славные традиции этого клуба и выйти за пять лет в итальянскую серию «А». Именно такой срок и именно такие достижения предусматривает его договор с властями Венеции. Движемся дальше. Руслан Чигаев, о котором мы уже говорили. Вице-президент грозненского «Терека». Об этом бизнесмене известно крайне мало. Он является владельцем компании «Сов Американ Трейд». С этого года активно участвует в жизни футбольного клуба «Терек» из города Грозный. Он приобрел футбольный клуб «Ксамакс» несколько дней назад. И по его собственным словам, купил он швейцарскую команду за один доллар. Потом его спросили, неужели «Ксамакс» вполне успешная по швейцарским меркам команда, не имевшая долгов, стоила так мало. И в ответ на это Чигаев заявил, что меня не интересует сумма, за которую я купил этот клуб. Мне важно было купить. Если вас интересует конкретная сумма денег, спросите у того, у кого его продавал. Швейцарская пресса выдвигает конспирологические в основном версии, считает, что Чигаев хочет приблизить Грозный, как столицу Чеченской республики, ближе к европейским футбольным властям, чтобы в дальнейшем претендовать на один из матчей чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Реальных целей, которые ставит Чигаев перед «Ксамаксом», разумеется, на данный момент не знает никто. И хотелось бы закончить самым забавным персонажем. Давид Тракторенко, бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит», в 2008 году по сходной цене примерно в 30 миллионов долларов приобрел футбольный клуб «Сидней», который играет в высшей лиге чемпионата Австралии по футболу. Мотивы этой сделки были совсем просты. Тракторенко был предельно искренним и сказал, что его дочь учится в Австралии. Он вынужден часто бывать на зеленом континенте по делам и хотелось бы там иметь футбольный клуб, после того, как лишился он возможности руководить и участвовать в делах питерского «Зенита». К сожалению, на этом все. Не успеваем рассказать вам о Михаиле Прохорове, который, судя по всему, продает генерирующую компанию «Квадро». В качестве анонса расскажу вам, что завтра программу «Деньги на дожде» будет вести Анна Мангайт. Будет очень много экономики и искусства. Не пропустите. Ну а с вами был Никита Белоголовцев и это были «Деньги на дожде». Всем пока.